Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео я покажу 10 новых лайфхаков для телефона. Ставь лайк, если смотришь видео с телефона, ну а мы начинаем. В новых смартфонах есть функция частых фраз, которую можно использовать для быстрого ввода имейла или номера телефона для входа. Мне, например, часто нужно скидывать свой имейл, поэтому я записал его в частые фразы и теперь двумя нажатиями на экран могу его написать. Также в частые фразы можно добавлять быстрые ответы и много чего другого, что только в голову придёт. Телефон можно использовать как точку доступа. Это, конечно, все знают, но не все знают, что можно использовать в качестве точки доступа Bluetooth. Он работает по точно такому же принципу, как и точка доступа по Wi-Fi. Полезность в том, что если, например, у вас в ноутбуке полетели драйвера Wi-Fi или вообще его модуль сломан, то такая штука будет, ну, очень полезна. Кроме того, что играть в игры и сидеть в социальных сетях, на телефоне ещё можно зарабатывать. Для начала переходим по ссылке в описании, проходим простую регистрацию и устанавливаем приложение на телефон или компьютер. А лучше на всё сразу. Если вы хотите зарабатывать с компьютера, просто оставьте работать приложение в фоновом режиме. Вам будет показываться реклама, за просмотр которой вы будете получать деньги. Если же вы хотите зарабатывать с телефона, то нужно нажимать на данное оповещение, смотреть рекламу и также получать деньги. Кстати, после регистрации можно будет получить бонус в виде 5 долларов. Если хотите зарабатывать с телефона, то просто приглашайте своих друзей по реферальной ссылке. Заставь свой телефон работать на себя, ссылка в описании. Вы можете делать фотографии прямо во время съёмки видео. Зайдите в камеру и начните снимать видео. После этого нужно будет нажимать на белый кружочек, который есть на любом современном смартфоне. Нажимая на него, вы делаете фотографию сразу же во время записи видео, которая по завершению съёмки будет доступна в галерее. Если провести сверху вниз одним пальцем, то откроется центр уведомлений. Но если провести по экрану двумя пальцами, то сразу откроется панель управления с иконками быстрых действий. Если привыкнуть к этой фишке, то она немного ускорит вашу работу на телефоне. Если вы даёте использовать телефон своему младшему брату или сестре, то часто можете заметить беспорядок на рабочем столе в иконках. И потом долго ставить их на своё законное место. Ну а чтобы такого больше не происходило, включите защиту от изменений. Теперь никто не сможет удалять и перемещать приложение без отключения этой функции. Иногда бывает нужно отсканировать какой-нибудь документ, чтобы он лучше читался. Потому что на фотке смотреть информацию не очень удобно, поэтому скачайте специальное приложение, которое позволит вам сканировать фотографии. Ну а если вы нашли какую-то статью в интернете и хотите почитать её позже, когда интернета не будет, сохраните её в PDF. Для этого зайдите в поделиться, дальше печать и тут выберите сохранить как PDF. И вы, когда у вас не будет интернета, сможете прочитать статью, а также с лёгкостью при необходимости её распечатать. Если вам кто-то звонит, а вы не можете ответить, нажмите на кнопку уменьшения громкости. Таким образом пропадёт звук, и он вас не будет отвлекать, если вы, например, на уроке. А в следующий раз просто сразу же отключайте звук, чтобы не возникало подобных ситуаций. Зайдите в настройки, дальше в блокировку и защиту, после этого в расширенные настройки. И тут выбираем пункт «Информация о владельце» и указываем ваш номер телефона или любую другую информацию, позволяющую с вами связаться. Это нужно в случае, если вы потеряете свой смартфон. Гарантии, конечно, нет, что его кто-то вернёт, но так вы хотя бы шансы увеличите. Ну а на этом видео заканчивается. Если оно оказалось для тебя полезным, то обязательно поставь лайк, подпишись на канал и нажми на колокольчик, чтобы самым первым узнавать о моих новых роликах. Также можешь заценить вот эти два видео. Ну а на этом всё, ещё увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok